То есть мы внося извне, инъецируя какие-то пептиды, аминокислоты, те же факторы роста, мы вносим их для того, чтобы они среагировали с нашими собственными факторами роста и их простимулировали, чтобы они подошли к нашим собственным и заставили их, грубо говоря, работать. Но факторы роста наши собственные. Есть и стимулирующие, и подавляющие. Так вот, если мы что-то вносим из вне инъецируем, мы должны четко понимать, на что будет воздействовать. Например, стимулировать подавляющий какой-то фактор роста. Это будет приводить к прекращению каких-то реакций. Либо стимуляция будет происходить из стимулирующих факторов роста, в частности, например, фактор роста фибробластов. Но они тоже есть разные. Есть, например, 5-й, 7-й. Например, 5-й будет подавляющий, 7-й стимулирующий фактор роста. То есть это мы тоже должны понимать. Есть определенные препараты, даже которые относятся к разряду мезопрепаратов, с измененной по аж средой, например, в сторону щелочной. И при введении в пациента этот препарат будет приводить к формированию фиброза. Фиброз мы будем формировать у наших пациентов только у возрастных. У тех пациентов, у кого есть что пока стимулировать, не надо, я всегда призываю, не надо формировать раньше времени фиброз. Зачем? Зачем? Если можно простимулировать те же фибробласты, базальные кератиноциты, это где-то лет до 60. И когда будет достаточно молодым пациентом, сначала, да, может быть, будет прекрасный результат, но на протяжении буквально нескольких месяцев потом будет, естественно, ухудшение зоноса.